Издрюли в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно в авторской программе Аймиссия Мировой про комфортно. Спонсор проекта – компания Кукмара. Кукмара – посуда на все времена. У нас в качестве гостя шеф-кондитер, основательница кондитерской школы Дагларова Саида. Здравствуйте! Здравствуйте! Саида, нам очень приятно, что вы сегодня с нами в студии Прибоя. Обязательно нужно вам рассказать о том, как появилась эта идея создать школу кондитерки, потому что кондитерка, по-моему, сегодня очень популярна у нас в Дагестане, конкуренция большая, и на спорт делают шикарные десерты. Да, есть такое. Так как же появилась школа кондитерки Саиды Дагларовой? Она не появилась сразу, скажу так, что я работала шеф-кондитером на производстве в кондитерской городе Махачкале, и в силу профессии каждый раз приходилось обучать новых работников, и так появилась любовь к преподаванию. То есть необходимость заставила вас заниматься преподавательской деятельностью, а потом преподавательская деятельность захватила и увела вас уже в направление обучения основательно? Можно и так сказать. А как этот процесс происходит? Кого обучаете? Как обучаете? Где обучаете? Обучаю, можно сказать, практически всех, у кого есть желание обучаться. Приходят и дети, приходят и взрослые, то есть те, которые ищут себя и хотят быть сладкой феей. Сладкой феей. Хорошая фраза. Интересно. А вот этот интерес со временем, он пропадает или наоборот появляется больше желания обучать большее количество людей? Наоборот. Больше желания обучать больше людей. Когда ты получаешь отчеты, отзывы, как у них все это получается делать, получается продавать даже свои тортики дома, сидя, зарабатывать на этом, ты понимаешь, что ты на правильном пути и что не только у них, и у тебя все это получается. Саида, а кто помогал делать первые шаги, кто был вашим учителем? Да. Первые шаги мне помогала делать Зарима Хановна. Я обучалась у ней. Айданова Зарима Хановна. Айданова Зарима Хановна. Она преподает в школе Юнекс. Обучалась у ней, дальше уже поехала в Москву и обучалась там, в Москве. Вообще этот процесс, он какой? Он закончен или периодически Саида Дагларова, сама обучающая шеф-кондитер, продолжает обучаться у кого-то еще? Конечно, всегда, каждый раз. А по какому принципу вы определяетесь, каких знаний не хватает? Вот могу сказать, что сегодня мне самой не хватает этих знаний. Я хочу уже, когда какая-то усталость появляется в работе, сразу хочу поехать куда-то обучиться новому. Вечный студент. Да, можно и так сказать. Как проходит обучение в вашей школе? У нас в школе есть однодневные курсы, есть двух, трех и недельные курсы, смотря чему вы хотите научиться. Ну, я всему хочу научиться. Если всему, вам хватит даже двухдневного курса. Вопрос от нашего спонсора Саида. Насколько важно качество инвентаря, качество посуды, качество инструментов? Этот вопрос задают мне каждый раз на курсе тоже, и всегда советую не экономить именно на том, на чем вы работаете. Потому что это очень важно, это облегчает жизнь кондитеру. То есть выбирать самый качественный инструмент? Инвентарь – это самое важное. Сладкое может быть полезным, наверное, так считает наша гостья, основательница школы кондитерки Саида Дагларова. Так вы сами любите сладкое? Да, я сама тоже сладкоежка. Вы человек-план или вам ближе импровизация? Ближе импровизация. Ближе импровизация. Никак, даже муж не может меня научить, чтобы я по плану целый день работала, даже свои какие-то планы строила. У меня не получается. Хоть я построю, у меня всегда всё меняется прямо на ходу и начинаю делать по-другому. Саида, а вот появление каких-то новых рецептов, процесс как происходит? Процесс происходит так, могу поехать на рынок, прохожу где фрукты, вижу какой-нибудь фрукт, и в голове начинает создаваться картина, что я хочу создать с этого фрукта. То есть вас продукты могут вдохновить на какие-то новые десерты? Да. А ваш лично любимый десерт? Медовик. Медовик. Везде, да. Везде, куда бы я ни поехала, даже были моменты, когда мы полетели в Москву, и муж меня водил по ресторанам, по кондитерским, чтобы я пробовала вкусы разных десертов, для себя знала всё это. Я везде заказывала медовик. Сколько вариантов вашего любимого десерта вы можете приготовить? Много, очень-очень много. Даже добавляя какую-то изюминку, начинку, один и тот же торт можно сделать уже раз с разными вкусами. Каким был самый необычный десерт, который вам пришлось приготовить? Если говорить прям необычность, это редиска была в шоколаде. Подождите, редиска? Редиска в шоколаде, да. И что это было на вкус? Это было, наверное, очень вкусно заказывала беременная. А, всё понимаю. Хотела редиску в шоколаде, и мы сделали, отправили. Предпринимательская жилка, ровно как и талант кондитера, нередко передаётся по наследству. А в вашем случае, Саида, кто больше из ваших родителей предприниматель, кто больше кондитер? Как вообще вам это всё передалось? Вообще нет знакомых, кто работал кондитером. Я первая. А по предпринимательству это папа. Папа? Да. Ну и муж, если говорить о семье. Получается, ваш курс в среднем может длиться один день и от одного дня до недели. Недельного курса. В зависимости, какое направление. От сложности программы и направления. А вот первое занятие, вы помните, чему оно было посвящено? Да, я проводила мастер-класс по клубнике в шоколаде. О, боже. Не редис в шоколаде, а клубника в шоколаде. Это были бананы и клубника. Как давно это было? Это было года три назад. А вот этот ажиотаж вокруг этого десерта, он уже как, утих или всё ещё народ любит клубнику в шоколаде? Я бы сказала, что уже всё. Потому что даже уже дома можно будет приготовить, такого вума нету на него. Ваш подход к обучению, он чем отличается от подхода ваших коллег? Не могу сказать, что как-то отличается. Может, больше тем, что я вкладываюсь и жду от них отчётов, и добиваюсь того, что они начинают даже работать после обучения. Я от них не отстаю от своих учениц. У меня до сих пор, по сей день, сохранены все группы в WhatsApp. И каждый день я вечером пишу по всем своим группам. Требую от всех отчётов, чтобы они отправляли, какие они торты делают, какие десерты делают и чему вообще. Отчитываются. Да. Такое обучение с пролонгацией. Вроде бы процесс закончился, но Саида Дагларова ждёт от своих учеников. Конечно. Отчётности и ждёт того, чтобы они лучше и лучше создавали свои десерты. То есть уже на сегодняшний день какое количество обученных вами кондитеров? Больше трёхсот. Больше трёхсот. И все эти коммуникации сохранены, и вы общаетесь. Удивительно. А география? Откуда ваши студенты? Это, можно сказать, весь Дагестан. Это Чечня, это Ингушетия, это Москва. Так интересно у вас всё это работает. Северный Кавказ и сразу в Москву. А в Москве насколько сложно, легко проводить мастер-классы, обучение? Мне даже больше легче там проводить, чем у нас здесь в Дагестане. Если сравнить, почему там легче? Не знаю. Это вот именно москвичи там к вам приезжают на обучение? А нет такого, что со всей России вы собираете просто в Москве, поскольку это удобно? Есть такое тоже. Бывает, что не только именно с Москвы, но даже сюда. Да, вот у меня последняя группа здесь в Махачкале была девочка с Франции, которая приехала на выходные, на каникулы в Афганистан. Была девочка уже с Сургута, с Москвы девочка была. То есть приезжают. В Чечне, когда проводила курс, были девочки, которые с Швейцарии приехали, летели. Саида, а вам проще обучать кого, кто еще никаких знаний не имеет? Или наоборот, тех, кто уже непосредственно работает, занимается кондитерским ремеслом? У кого есть желание. Только вот у кого есть желание. Без разницы, есть опыт в этой работе или нет опыта. Основной показатель заниматься этим сладким ремеслом – это желание. Сегодня в гостях на проекте «Прокомфортно» продолжает цикл программы гостеприимствия Саида Дагларова, основательница кондитерской школы, шеф-кондитер. Издрюли в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе «Аймиссия Мировой» «Прокомфортно». Спонсор проекта – компания «Кукмара». Кукмара – посуда на все времена. Для каждого человека с самого раннего детства открываются все возможности. Главное – почувствовать и понять, к чему лежит твоя душа. Гостья нашего эфира не только сама определилась с делом всей своей жизни, но и помогает другим освоить сладкое ремесло кондитера. С нами в студии шеф-кондитер и основательница кондитерской школы Саида Дагларова. Саида, существуют ли в мире какие-то кондитерские тенденции? И вообще, насколько важно следовать этой моде? Конечно, есть. И с каждым годом это все меняется. И выходит много-много новинок. Поэтому всегда нужно следовать, следить и делать это все, повторять, чтобы и самой всему этому научиться. А вот эта мода, она насколько долговечна? Очень быстро меняется. Быстро меняется. И вкусы меняются. И вкусы меняются. И это активная смена, она именно в Тагестане или везде повсеместно? Это везде. Это везде. Сейчас в моде что? Я даже не знаю сейчас сказать. Столько всего есть. Сейчас самый бум, можно сказать, на торт. Нет, меринговый уже давно. Все уже. Самое то в кондитерских это ролл кейк. Так, поподробнее. Что это такое? Мы, кажется, не знаем. Это торт, который собран в виде ролла. Надеюсь, креветок внутри нет, да? Нет, нет. Внутри все сладкое. То есть торт собран в виде ролла. Это такая тенденция. Он закрытый или открытый? Он открытый. Открытый. И нужно видеть начинку. Все. И это в моде. Да, это очень важно. У вас кондитерская этому учат? Да. Супер. Среди кондитеров есть ли какие-то чемпионаты? И презентуете ли вы себя Дагестан на таких чемпионатах? Конечно, есть. Эти чемпионаты проходят в Москве. И каждый год я летаю, участвую. Все проходит в корпус сети, в пир-экспо. И все время я бываю там на мастер-классах, провожу свои мастер-классы. И в год раз как раз-таки вот я готовлюсь. В сентябре, в октябре будет еще один фестиваль кондитеров. И там тоже буду выступать. Как они проходят и как вы презентуете там Саиду Дагларова из Дагестана? Это свободная площадка, куда может подойти, прийти любой желающий. Не только как кондитер и даже те, которые вот только хотят, начать хотят и многие другие. И много-много разных площадок, где любой там может подойти, с тобой познакомиться, поговорить, подружиться. И выбрать для себя, у кого бы хотел бы научиться. И там много шефов, которые проводят мастер-классы, кому можно будет взять билет, обучиться. Я понимаю, сколько там желания возникает у Саиды Дагларовой обучаться у того или иного шефа. Да. А вообще для вас это что? Что дает такого плана участия в фестивалях? Зачем вы каждый год участвуете? Зачем участвую? Мне это нравится. Это очень круто и классно, когда ты можешь познакомиться с такими же кондитерами. Это никак финансово не... Не ущемляет вас ни в чем? Нет, нет. Даже не поощряется, как некоторые думают, что мне за это платят. Нет. Это абсолютно добровольно, по желанию. А можете ли, Саида, дать совет тем, кто сегодня только-только делает первые шаги в этом направлении, в кондитерском искусстве? С чего следует начать? Всегда, если есть желание работать, то никогда не бояться этого желания идти вперед. Если даже будет чуть-чуть сложновато, это вначале бывает, что что-то не получается, что-то там, допустим, карамелька сгорает, бисквит сгорает, но это... Ничего страшного. Ничего страшного. А вообще сколько должно сгореть десертов, прежде чем можно смело сказать «я мастер»? Очень много. У кого как, да? У кого как можно сказать, да. Ну, признайтесь, а у вас они сейчас сгорают? Нет, сейчас уже нет. Спасибо за честность. А нужно ли вообще экономить на самообразовании, на обучении? Никогда. Самое, самое можно сказать на сегодняшний день, это когда ты вкладываешься в саму себя и развиваешь именно себя. Такая переоценка, взбодритесь. Может быть, вы и знали многое из того, что сейчас, допустим, изучаете, а может быть, на самом деле какие-то знания обновились. А вот экспериментировать, Саида, в вашем деле, в кондитерке, нужно ли экспериментировать с продуктами, ингредиентами? Или лучше следовать четко рецептуре? Если ты начинающий кондитер, то, конечно, чтобы научиться всему этому правильно работать со всеми продуктами, лучше, как я и говорю, все на весах и по рецепту. Но когда ты уже все это знаешь, то тут уже всегда экспериментировать со вкусами и добиваться новых вкусов, создавать новые десерты, это уже внутри должно быть. Вот сейчас, получается, вы можете творчески подходить к процессу и что-то, что-то обновлять в этом создании. А вот когда уже непосредственно идет производство, там уже все четко должно быть? Все четко по техарте расписано и по граммам. В вашем случае, кондитерка, это все-таки любовь на всю жизнь или работа? Изначально она была работой, а теперь уже любовь на всю жизнь. Вот так вот количество переросло в качество. А какие заказы Саида больше всего нравятся? Заказы больше всего нравятся, когда звонит клиент и говорит, делай так, как ты хочешь. Я делаю так, как я хочу, потом через месяц-два звонит обратно тот же клиент, говорит, я хочу тот же торт, а я уже не помню. А вот записывать пробуете? У нас есть рецепты, просто когда мне говорят, вот на свое усмотрение сделаю, я делаю так, как мне понравится бы, вот больше вкусности внутри, ганаш, не ганаш, карамель, а потом уже как бы забываю. Вот, оказывается, надо было записывать, что там было внутри. А бывает ли такое, что несмотря на отработанный рецепт, нужный результат не выходит? Ну, может быть, в силу несоответствия продуктов, ну, не всегда же они повторяются. Конечно, бывает такое, что даже от напряжения энергии, тоже сквит, который ты вот каждый день делаешь, может не получиться. То есть кондитер зависит от многих факторов? От многих факторов. А как быть тогда со стандартами, Саид? Надо работать, отрабатывать и подружиться со своим инвентарем, с техникой. Этот торт с часу до двух, потому что напряжение было такое-то, да? Бывает такое, что приходит срочный заказ и сразу отключает свет. Что делать в этом случае? Входить в положение. Такое ощущение, Саид, что слушаешь какого-то антикризисного мессенджера, который, несмотря на все случаи жизни, должен выдать хороший результат. Да, всегда. Наверное, у себя на обучении вы этому тоже учите? Конечно. У нас, знаете, как моя самая любимая фраза, это у нас самая сладкая профессия, самая добрая профессия, потому что мы дарим эмоции, мы дарим всё равно доброту. Поэтому плохого у нас не бывает. А вот по поводу доброты. Люди, которые делают десерты, они прям вот все добрые или через один? Плохой человек, наверное, не сможет готовить. Нет. Даже когда у тебя настроения не бывает, тяжело идёт работа. С нами сегодня на эфире человек, который желает всем добра, здоровья, энергии, кондитерского вдохновения и делает всё для этого в своей школе кондитерки. Издревле в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймиссия Мировой «Про комфортно». Спонсор проекта – компания Кукмара. Кукмара. Посуда на все времена. Оказывается, бывает такое, что несмотря на отработанный рецепт, не выходят нужные результаты в всех секретах профессии кондитер в рамках проекта «Про комфортно» Саида Дагларова. Саида, где ещё вы находите вдохновение, чтобы создать новый десерт, ну кроме фруктов, которые встречаются на рынке? Путешествия. Путешествия? Да, люблю путешествовать, и реально, когда вот устаёшь, даже когда ты ездишь, куда-то отдыхаешь, дальше уже полные силы, появляется энергия и желание уже творить. Каждое путешествие сколько в среднем новых рецептов дарит? Минимум три. Минимум? Минимум три. Очень интересно посмотреть на этот список. А эти путешествия, как правило, по России или где-то за пределы? Без разницы. Неважно где. Неважно. И даже по Дагестану. И даже по Дагестану. Что является основой ваших десертов? Основой десерта является, можно сказать, классика, то есть из классики мы уже создаём новые десерты. На базе классики? На базе классики. Плюс вдохновение от путешествий появляются новые десерты у Саида Дагларовой. А есть ли какие-то проблемы с ингредиентами, с сезонными фруктами, с ягодами, например, или всегда бывают альтернативные варианты? Можно найти альтернативу, но как бы нехватка именно ягод, конечно, даёт о себе знать зимой, особенно когда всё дорого и всё привозное. И привозное это невкусное, особенно когда хочешь сделать вкусно, но не получается за счёт того, что у тебя нету вкусных ягод. Получается, что сезон влияет на себестоимость того или иного десерта? Конечно, то, что может быть, например, летом стоить будет какой-то десерт 200 рублей, он зимой может стоить даже за 600. А вот этот момент влияет на ценник десерта в итоге? Да. А может быть, есть смысл предлагать что-то другое? Извините, это у нас зимнее меню. Так и есть, поэтому и меняют. Как правило, да? Да, в сезонные. Саида, по-вашему, что важнее, презентация десерта или его вкусовые качества? Да, изначально презентация, потому что мы любим глазами, мы смотрим на десерт, мы покупаем его глазами и дальше уже пробую его, если нам понравился десерт, мы возвращаемся уже за вкусом. А вот вы уже сказали по поводу классики и что она очень важна, а вы сами как, за эксперименты или всё-таки за классику, вам лично? Я сегодня, на сегодня уже за эксперименты. На сегодняшний день. То есть, пройдя все этапы обучения, вы решили, что уже можно что-либо менять. Но своим ученикам вы советуете? Начинать с классики. Начинать с классики. Кондитерское ремесло – это и увлечение, и работа, и любовь на всю жизнь. Сегодня гостем проекта «Про комфортно» у нас является шеф-кондитер, основатель кондитерской школы Саида Дагларова. Ваши пожелания всем тем, кто сегодня хочет двигаться в этом направлении, Саида? Так, каждой девочке желает жить здесь и сейчас. Творите, любите, наслаждайтесь, увлекайтесь своей работой и всегда идите вперёд. Если устали, отдохните. Это нормально. Но самое главное, меняя маршрут, не меняйте цели. И пусть ваша работа будет со своим непредсказуемым ароматом, вкусом и цветом. Вы сделаете его сами. Это было пожелание от Саиды Дагларовой. И маленькая ремарка, а почему девочки? Неужели ребята не приходят на обучение к вам в школу кондитерского мастерства? Приходят. Есть ученики тоже, но всё равно большее количество это девочек. Я привыкла говорить с девочками. Спасибо большое за это интервью, Саида. Процветания вам и всем тем, кто у вас обучается. Спасибо большое. Было приятно с вами поработать. Издрюли в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймиссия Мировой про комфортно. Спонсор проекта – компания Кукмара. Кукмара. Посуда на все времена. Кукла. Субтитры создавал DimaTorzok